Главный вопрос, который тормозит наше с вами развитие, вопрос раскола в нашем обществе, политического, экономического, церковного, внутриинтеллигенции. И дошло до того, что даже в некоторых семьях эта беда нас разделила пополам. Для того, чтобы вылечить какую-либо болезнь, необходимо поставить правильный диагноз. Где источник этого раскола? На мой взгляд, источник этого раскола кроется в неукоримых амбициях наших некоторых политиков. Я думаю, все они желают и желали блага для абхазского народа. Но результат очевиден. Такой путь не для нас. Для нашей команды есть две путеводные звезды. Это Владислав Григорьевич Арзенба и Сергей Васильевич Багабш, которые никогда не делили свой народ. Во времена Сергея Васильевича, несмотря на ту критику в его адрес и в большинстве своем незаслуженную, этот человек относился ко всем одинаково. Этот человек был отцом всей нации. Некоторые высказывания в наш адрес говорят о том, что нет опыта у него. Да, действительно, у меня и у моей команды нет опыта плести политические интриги, бороться за кресло, заниматься тем, что раскалывает наш народ. Я думаю, что такой опыт нам и не нужен. У нас есть опыт работы на благо своей страны. Да, что-то получилось, что-то не получилось и ошибки тоже надо уметь признавать. Кто-то говорит, слишком молод. Но если расценивать должность президента как восседание на троне, закрывшись от своего народа, ничего не делая, для этого я действительно слишком молод. Но если работа президента и все его команды это пахать днем и ночью, потому что проблем огромное количество в нашей стране, то для этого у меня, у моей команды достаточно сил, энергии, знания и опыта. Еще раз повторю, мы не делим свой народ на наших и не наших хаджимбистов, анквабистов и других истов. В случае того, если народ Абхазии возложит на меня, на мою команду ответственность за будущее страны, мы будем собирать команду исключительно из профессионалов, вне зависимости от национальности, политических взглядов или иных признаков. Так завелось, что выборы мы проводим чуть ли уже не каждые полгода, и политики ездят и практически говорят об одном и то же, много обещают, мало делают. Присутствие вас всех здесь говорит о самом главном, что у нас с вами есть надежда. И мы вас не подведем. Ни я, ни Арда Инверович, ни те люди, которые стоят сегодня с нами, не относятся к числу опытных и матерых политиков. Мы обязаны, во имя тех, кого мы потеряли, ради наших старших и ради будущих поколений, оставить свои собственные амбиции и сплотиться в один кулак и решать скопившиеся проблемы. Другого пути у нас нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова